Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyJeture. Что интересного будет у нас на канале с понедельника по пятницу. Понедельник, вторник, среда у нас выходят три серии подряд про завод Таиф. Вернее, сегодня выйдет серия про R&D. Центр исследований, который находится в Казани, он занимается разработкой новых продуктов Таиф-СМ. Вторая серия будет непосредственно с Нижнекамска, завода Таиф, который занимается производством паумов, или поли-альфа-лефиновых базовых масел 4-й группы. Единственный в России завод, который их делает. Поэтому для всех это будет интересно. Пау знает все, что такое. Чем больше пау, тем круче в любом масле. Поэтому в России единственный завод, который производит паумов, это как раз Таиф. Находится в городе Нижнекамск, рядом с Нижнекамской нефтехимом. Третья часть выйдет в среду. Она будет посвящена заводу тоже, но лаборатории завода, текущим контролем качества, текущим и так далее. Тоже будет интересно. Очень интересные профессиональные ребята все это рассказывают. Я беру интервью у людей, которые занимаются этим очень много лет и которые в этом очень хорошо разбираются. Хорошие паумы делают в России, плохие паумы, средние паумы. Как они соотносятся с паумами ExxonMobil, Shell, кто у нас еще занимается паумами. Китайцев очень много сейчас в Россию входят. В общем, эти вопросы очень насущные сейчас для российских, в том числе, производителей по смазочным материалам. Для блендеров, для многих. Поэтому, конечно же, конечно же, люди этим интересуются. И те люди, которые имеют отношение к этому бизнесу, обязательно должны это видео посмотреть. Потому что, ну, иначе как вы попадете на завод конкурирующей структуры. Вот, поэтому завод будет во вторник сегодня R&D, а лаборатория завода будет в среду. Три серии подряд. Согласовали быстро. Молодцы, ребят, спасибо большое. Я не ожидал, что так быстро согласуют. Поэтому огромное всем человеческое спасибо. И вообще, люди приятные. На самом деле, мне было с ними отлично общаться. Хороший ли паумы, либо нет, это решать уже вам на основе тех продуктов, которые вы покупаете. Но, по крайней мере, для меня это было очень интересно посмотреть, как это все происходит. В общем, три серии подряд, с понедельника по среду. Завод китайский, Сианон. Мы вот только что прилетели из Пекина. Ну, вернее, из Шанхая через Пекин. Это было вчера я прилетел, вернее. Поездка была такая достаточно насыщенная. Потому что много перелетов. Сначала из Новосибирска в Пекин, потом из Пекина в Шанхай, потом из Шанхая в Иркутск, из Иркутска в Новосибирск. Вернее, из Шанхая в Пекин, из Пекина в Иркутск, из Иркутска в Новосибирск. Короче, капец перелетов. Но, тем не менее, для меня было интересно. Там проходила выставка MIMS в Китае. MIMS 2023. Огромнейшая выставка. Наверное, скорее всего, она самая большая по размеру. В принципе, да, это французская компания в этой выставке организовывает. Я думаю, что больше, чем где-либо то ни было. По размерам именно, по присутствию компании. Но там очень показательные были вещи. И видео с выставки будут выходить и в эту неделю, будут выходить и в следующую неделю. Потому что будет много материалов. Может, кому-то это будет полезно. Потому что не все успели посетить эту выставку. Хотя много россиян там было. Очень много переезжало из России ребят. Я встречал во многих знакомых и друзей своих. В общем, выставка MIMS. Основные материалы выйдут на этой неделе. Такие более-менее, которые интересные. Прям совсем интересные. А все остальное будет выходить постепенно. В течение следующих недель некоторых. Завод. Китайский завод называется бренд Сианон. Вернее, завод называется Сианон. Он выпускает несколько брендов. В том числе и бренд для моего друга, который находится в России. Это Алекс и компания Лубригард. Вот бренд Лубригард. Напомню, что бренд Лубригард делается в Турции. Мы были на заводе с вами. Лубрика называется завод. И на заводе, соответственно, в Китае. Два завода в Китае, вернее. На одном из них я был. Это тот большой завод, который делает перевелку всю для Лубригард. Завод интересный для меня, по крайней мере. Мне хотелось увидеть именно культуру производства на заводе. Потому что мы были на заводах уже в разных странах, в принципе. И на китайском заводе тоже были. Но были на заводе таком специфическом, который занимается производством химии. Это немножко не то. Пальто с маслами, это разные темы. Мне был интересен посмотреть именно на блендера. Достаточно большого, который производит в Китае масла. Структура интересная сама по себе. Она принадлежит наполовину государству. А наполовину принадлежит, получается, компания частной, которая занимается строительством, инвестициями разными. И, в общем, они под одним брендом большим делают продукцию в основной массе. А вторая часть это вот как раз под СТМ, в том числе и для моего как раз друга Алекса Лубригарда делают. Завод интересный, посмотрите. Я думаю, что многим это будет полезно. Особенно тем, кто у нас в России занимается блендингом. Перенять, так сказать, опыт, потому что китайцы молодцы. Они как бы правильно все делают в плане именно производства. Поэтому посмотрите обязательно. Так, три материала основных выйдет, которые у нас на канале. Это, наверное, вот все, что будет такое, прямо такое интересное по ходу. В общем, анонсы по материалам с Таифа уже есть. Примера, вернее, видео поставлено понедельник, вторник, среда. Кто на меня подписан и ставит колокольчик, и вам уже пришли уведомления. Поэтому смотрите, не пропускайте. Интересно будет реально. Четверг выйдет видео с Сианон, завода этого, по которому я рассказывал вам. И также параллельно в четверг-пятницу выйдет еще пара видео с Мимисом 2023. Очень интересная была насыщенная, конечно, неделя. Это уже не первая наша поездка в Китай в этом году. Вот, и еще предстоит у нас в следующем году, думаю, что ни одна, ни две, даже, может быть, не три поездки туда. Потому что у нас есть там партнер, с которым мы сотрудничаем работаем. Поэтому сейчас вектор направления как раз Азии. Вот, смотрите, обсуждайте, участвуйте в обсуждениях. Потому что те, кто участвует в обсуждениях и подписан на все мои каналы, это YouTube, Zen, VK и Drive2, основные мои каналы, те имеют шанс участвовать еще и в розыгрыше призов, которые у нас будут перед Новым годом прям такие нормальные. Мы разыграем очень много масел перед Новым годом. И для этого нужно быть обязательно подписанным на все мои каналы, потому что без этого вы участвовать не сможете. В общем, смотрите, анонсы уже есть. Если у кого-то будут какие-то вопросы, связанные по материалам на эту неделю, пишите, спрашивайте, с удовольствием отвечу. Всем пока.